Ребят, всем привет! Ну что, начинаем новый влог. Сейчас мы едем через Талин в Италию домой из России, Санкт-Петербурга. Вот мы все на чемоданах. Поехали! Так, ребят, ну что? Новый влог, влог. Стартуем в Италию, из России. И вот у нас все наши сумки, чемоданы. Покажем вам, как мы доедем, что там к чему, что там требуется. Мы едем через Талин. Так, ну что, вот мы на машине спустя 2,5 часа из Питера подъехали к границе. Здесь проверяют паспорта, я не знаю, пропустят ли нас с машиной, потому что папа у нас не едет с нами. Ну, как бы, получается, границу пересекать не будет. И говорят, что нужны пропуска. Ну, не знаю, сейчас посмотрим. В общем, это нас пропустили, едем из-за малыша. Сказали, что малыш на борту, вот. Проезжайте. Едем. Так, вот мы приехали. Быстро снимаю вам границу. Здесь очередь. Вот мы все с чемоданом, с малышами. Сейчас будем проходить пешком. Встретимся после. Так, ребята, ну что, нам народу сегодня на границе было много. Вот русская граница у нас позади осталась. Теперь мы идем пешком через реку, две крепости русская, без сонска. Идем на пешком с алкоголизм. Нас пропустили с украшением. Многие без драк. Вот. Топаем. Так, вот мы топаем. Вот уже на эстонской границе. Такая красивая машина нет, потому что сейчас они закрыты. И все проходят пешочком. Автобус останавливается в Ивангороде. И он проходит отдельно свою проверку. Как бы у него все, последняя остановка. А дальше в Нарве вы можете взять автобус и уже из Нарвы поехать. В Таллинн. То есть с остановкой. Вот такая граница. Мы спешим на электричку нашу. Как всегда, впритык. Вот мы и топаем. Минут 10 уже, может даже меньше, осталось минуток 5. Так вот проходите вы здесь. Такие дома. Все спокойно, все хорошо. И идете спокойно себе на... Мы подошли к станции. Вот она здесь. Здесь поезда приходят. Остается 10 минут у нас до поезда. Должны спокойненько успеть. Так что не волнуйтесь. Тоже, если будете спешить. Здесь вот такие дороги. Все в порядке. Но не везде такие дороги. Ладно. Сейчас будем заходить. Билетов у нас еще до сих пор нет. Можно спокойно купить в поезде билет. Вот так вы приходите. Тут всего лишь две платформы. Вот поезд. Все. Написано Таллинн. Вот такой у нас этот электричка. Очень удобная, классная. На борту можно сразу зайти и купить билетики по карте. Такие сидения, есть туалет. Очень удобно ехать 2,5 часа или 2,5 минут. Там разные есть. Вот здесь можно купить билеты по карте. Вот так мы едем. Так, вот мы приехали в Таллинн. Мы доехали не до аэропорта. Завтра поедем в аэропорт. А так как мы в гостинице сегодня будем жить, едем на одну остановку дальше. В сам город Таллинн. Вот так нас встречают. Нечищенные дороги здесь. Так что вот вам Европа. Так, ну что. Вот такой вот здесь вокзальчик. Расписание. Каждая электричка видно, куда что идет. Ну а мы идем в город. Вот так вот. Очень холодно здесь. У нас в Петербурге сейчас травка зеленеет, солнышко блестит. А здесь снег и холодно. Но не дождь, что в принципе может быть лучше. Сортировка мусора. В общем, нам 15 минут идти до отеля и дальше будем гулять. Вот он центр города. Уже у вас на... Прям вот от вокзала Сразу же центр города. Еще немного экскурсий, пока мы идем до отеля. Дороги, конечно, так себе. Вообще с коляской я не знаю, как они здесь ходят. Это просто нереально. Хуже, чем в Неаполь. Честно вам скажу, что мы в Таллине на ужине заселились в гостиницу. Потом покажу. Вдруг кому-то будет интересно. И вот Дэханса. Сейчас мы едим. У меня грибной суп. Хлеб какой-то средневековый с сырной намазкой. Мясная тарелка. Бон аппетит. Бон аппетит. Давай, Лев, давай с папой. Чокайся. Ку-ку. Ку-ку. Давай, ку-ку. Давай, майорин. Так, мы взяли какую-то тарелку с колбасками. И ничего непонятного. Такая черная. В принципе, их тут всего лишь 3. 27 евро, конечно. Но. От мастера. Такие колбаски. Так, вот наш ресторан. Утром завтрак. Показываем. Две кофемашины стоят автоматически. Сейчас потом на них подойдем. И небольшой такой завтрак. Яичница, кашка. Блинчики. Посолька. Бекон и сосиски. Все есть. Вот у нас завтрак такой. Набрали всего. Пока без кофе. В общем, мы голодные. Едим. Не сняла я видео, как машина делает капучино. Но, в общем, пить практически невозможно. Очень невкусно. Но. Сидишь, пьешь. Но есть другие варианты кофе. Всем привет. Ну что, у нас следующий день в Таллине. Скоро идем на самолет. Переночевали замечательно. Кофе в гостинице ужасный. Вообще пить невозможно было. Сходили в Макдональдс, потому что он прямо напротив гостиницы. Кому интересно, про гостиницу попозже сейчас расскажу. Вот. 50 евро стоило на ночь. Мне кажется, сейчас тоже уточню. Так что, давайте начинаем. Следующий путь в Таллинн, в Неаполе. Да, все верно. Уточнила. 50 евро за ночь мы заплатили за двоих. И с ребеночком бесплатно. У нас малыш спал с нами. Номер самый простой. Идем гулять. И потом берем такси. Все расскажу. Вот он, наш отель Rixwell. Сейчас покажу. Там за поворотом. Обзор сделаем на обратном пути. И сейчас идем гулять. Снег тает. Слава Богу, теплее становится. Солнце вышло. Таллинн вы все знаете, наверное. Но вдруг кому-то будет интересно. Покажу. Мы в центре старого города. Здесь в центральном, этом старом городе, магазинчики очень интересные. Цены, конечно, зашквальные. Например, юбочка 50 евро. Там платье красивые. Подлен 60. Цены для Италии очень высокие. Идем дальше. Кстати, вот рядом с отелем, мы из отеля можем зайти вот в эту булочную, кондитерскую, там кофе попить. Ну и не только, там кушает кафе. Очень хорошее. То есть, по идее, наш отель, он просто сзади вот этого здания. А там вход в старый город. Ну и мы идем гулять. Ну что, ребята, вот мы гуляем по старому городу. Все в порядке. Границу вчера прошли мы очень легко. Все приветливые, улыбчивые. Главное, чтобы были документы. Если нет вида на жительство в Таллине, в Эстонскому, то у вас должны быть билеты на обратный самолет по Европе. То есть, если у нас был на следующий день, нам ничего не сказали. Сказали, окей, все в порядке. Вот мы отдохнули, сделали небольшую пересадку здесь в Таллине, погуляли, поспали, поели. И поедем домой сегодня у нас в самолет. Так, ну что, вот он наш отель. Буквально здесь же, за поворотом, в центральном старом городе. Называется вот так вот, Риксвелл. Виру Сквейр Отель. 50 евро, самая простая комната. Сауна платная, 50 евро. Сейчас покажу нашу комнату с завтраком зато. 50 евро с завтраком. Здесь автоматические дверки. Вот вы попадаете в отель. Очень простой, но комфортный, тепленький. Тут же ресторанчик есть и еще кондитерская. Два целых ресторана можете зайти отсюда. Вот он, Риксвелл. Где-то здесь. Вот один ресторан. Это что-то типа фермерской еды. Вот второй ресторан. Видишь? Вот очень красивый здесь ресторанчик. Можно посидеть. Вот финская сауна, 40 евро. Турецкая, вроде бы 50. Но два часа на два человека. Комнат много, так что места всегда есть. Обыкновенный совсем такой отельчик. Так, у нас здесь бардак. Но чтобы дать вам понять, какая здесь танцы, очень простая, есть. Телевизор, чайник, а нет. Нам дали для малыша. Мы попросили, принесли пять минут. И вот такой вот туалетик. Очень замечательный душ. А карточка не вставляется, света нет. Фен. Вот так спокойно можно. Очень даже комфортненько тут пожить. Ну что, все. Мы на проверке в аэропорту Таллина. Потом до встречи во Франкфурте. Что-нибудь еще подсниму. Мы полетели. Вот с малышом все в порядке. Чемодан сдали, коляска с нами. Коляска вот всегда с нами. Мы ее сдаем прямо перед посадкой в самолет, если что, кому интересно. Но она должна складываться. Вот мы в аэропорту, прошли проверку. Смотрите, какие тут красивые, милые места для отдыха. Кофе. И все. Аэропорт маленький, небольшой. И мы идем на выход. Много магазинчиков. Даже вон машины рекламируют. Очень классные кафешки. Цены как европейские, скандинавские. Высок. Достаточно высокие, но не такие, как Германия. Не настолько высокие, как Германия. Вот идем с малышом. Коляска, видите, у нас до конца. С нами. Вот здесь такие удобные зоны. У нас, кстати, во Франкурте мы сейчас прилетим. Возможно, попадем в лаунж. Бизнес лаунж. Сниму видео из бизнес лаунжа. Очень хороший аэропорт. Очень уютный. Кофе везде. Вот 2,70 капучино. Мне кажется, очень хорошая цена для скандинавича. Даже не верится. Вряд ли в итоге. Так. Ну, здесь капучино 3,50 цена написана. Так что, скорее такая. Еды навалом разный. Очень удобный аэропорт. Такие здесь игрушки. С одной стороны другой. Можно поиграть. Такие удобные сидения здесь. Прямо перед посадкой с розетками. Вообще, очень-очень позитивное впечатление от аэропорта. Вот такие кафе тут. Смотрите, еды достаточно много. Цены, да, высокие. Ну, а тут макарошки какие-то с курицей. Салатики, круассаны. Цены вот 9, 7, 5 евро. И десертики. А здесь он бутерброды 6 евро с рыбкой. Просто шикарные. С селедкой, с мясом. Вау, красота какая. Даже десертики какие красивые. Цены 5 евро. Булочки со сливками наши любимые. Так, ну все, мы в самолете. У нас Люфганзе. Едем во Франкфурт. Замечательно сели. С малышом везде все пропускают. Ну, на контроле не было столько людей, поэтому особо там не пропускали. А вот здесь вот мы при посадке сразу прошли. Все очень комфортно. Мы просто летим из Неаполя. Поэтому, чтобы не ехать в Рим, мы взяли с пересадкой Неаполь, Германия, Франкфурт. Вот так мы сидим тут. Ребенок на руках. Вот. Придется нам во Франкфурте 5 часов сидеть. Потому что такие билеты были. Куда мы летели сразу. У нас не было даже ожидания. А обратно у нас 5 часов. Но зато мы прилетим в Неаполь. Одна радость. Все, полетели во Франкфурт. Ну вот у нас остановка во Франкфурте. Мы решили погулять. Идем. Приехали в центр. Название очень сложное. Сейчас вам скажу. Хаус Бохи какой-то там. Типа того. Идем. В старый город. Вот туда, к церкви, к ратуше. Посмотреть домики красивые. Решились мы все-таки приехать погулять. Вот идем. Гуляем здесь. Здесь улица похожа на Нью-Йорк. Что-то старинное. Вместе с зданиями. Небоскребами. Такой интересный город. Но я первый раз здесь. Много очень. Нельзя, наверное, здесь это слово говорить. Не немцев. Мы идем, конечно, обязательно что-нибудь поесть. У нас, в принципе, есть два часа. Но как-то здесь так сложно покупать билеты. Название вообще в Германии ничего не понятно. На английском ничего не написано. Поэтому очень сложно. Не знаю, почему они так делают. Пойдем посмотрим домики. Приехали мы на электричке. 20 минут она ехала. Даже меньше нам показалось. Очень быстро доехали. Стоит 6 евро. 6,30. Он ходит часто. Но надо смотреть очень внимательно номера. Потому что мы сели на ту, которая остановилась на вокзале. Только в центр не приехала. Вот он, Франкфурт на Майне. Такой город, старинный, пересекается в Сновом. Конечно, чистейший. Все прекрасно. Но в районе вокзала, как везде, мы прошли, конечно, так себе обстановка. Но красиво все равно. Небоскребы прошли. Теперь идем в сторону домиков. Такая обстановка во Франкфурте. Все хорошо. По идее, пока мне кажется, что цены высоки очень. Но сейчас узнаем. Мы проехали разную погоду. В Санкт-Петербурге уже началось чуть-чуть потепление после снега. Который внезапно случился в конце апреля. В Таллине наоборот был этот период, когда случился снег. То есть было холодно очень вчера. Сегодня уже солнце вышло, потеплело. Но все равно, типа, холодно. Здесь, конечно, в Германии, я не знаю, плюс 10 точно тепло. Хорошо. Но ветерок такой есть прохладный. Вот мы прошли разную погоду. И приедем к нам. У нас тоже, кстати, похолодало. И вот мы подошли на эту площадь, на минуту, рядом с ратушей. Вау. Из Сталина старинного во Франкфурт старинный пришли. Вот, ребята, заканчиваю это видео у себя дома на балкончике. Сзади меня Везувий. Погода у нас меняется. То жара, то прилетел ветер, нагнал тучи. В общем, вот так здесь у нас красиво. Дорога закончилась замечательно. В самолете мы даже поспали. Поэтому снимать, в принципе, было нечего. Не засняла дорогу из аэропорта во Франкфурт. И хотела просто две минутки вам пояснить. Там очень просто. Спускаетесь в аэропорту вниз, где автобусы приходят. Там прямо написано электричка на их там немецком. Ну, будет понятно, что типа трейн какой-то. 15 минут, и мы были в центре города. Абсолютно удобно. Там пробежались, быстро посмотрели и вернулись обратно. Так что, всем спасибо большое за просмотр. Я все обещаю, что вернусь. Скоро я буду делать видео. Пока что никак. Смотрите, у нас самолет летает тут. Потому что в плохую погоду самолеты летают прямо над нашим домом. На этом я с вами прощаюсь. Чао-чао и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok